МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Даже необходимые производства специалисты проходили через жесткую систему проверки КГБ. А посторонний, будь то журналист или родственник работника завода, не мог попасть за проходную вообще. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сегодня российское научно-производственное предприятие «Звезда» знают в космических агентствах всего мира. Попасть сюда на стажировку мечтают ученые из Америки, Европы и Азии. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Со дня создания завода «Звезда» производит кислородное оборудование для всех моделей отечественных самолетов, защитное снаряжение для летчиков и катапунктные кресла. Это массовое производство. Но есть штучная продукция – лучшие в мире космические скафандры. ЗВОНОК В ДВЕРЬ По традиции скафандрам дают имена. Беркут, Кречет, Ястреб, Сокол, Орлан. Это самые гордые и сильные птицы планеты Земля. Для человека нет ничего смертельно опаснее космоса. Полный вакуум, невесомость, радиация и перепады температур от минус 270 до плюс 200 градусов по Цельсию. Без специального оборудования в открытом космосе человек потеряет сознание максимум через 14 секунд и проживет не больше минуты. В современном скафандре он может продуктивно работать за пределами космического корабля 8-9 часов. Космонавт, когда одевает этот скафандр, он, по сути, входит в него через заднюю дверь и внутри такого замкнутого дома находится. Я готов, Геннадьевич. Можно ходить? Хорошо, давай. Вставляй руки, ходи, аккуратно. Испытатель Владимир Титов в такой дом ходит на работу. Через люк на спине. Технология, придуманная еще советскими конструкторами, до сих пор самая удобная в мире. Один из таких больших плюсов в нашем скафандре, что ты можешь полностью снарядиться, одеть скафандр полностью без помощи другого человека. Сегодня существует два скафандра для выхода в открытый космос. Американский Эму и российский Орлан. Между ними много отличий. От цены до технического обслуживания. Американцы одевают скафандр с помощью другого члена экипажа. Здесь это занимает буквально несколько минут, и никаких неудобств не вызывает абсолютно. Если сравнивать скафандр для работы в открытом космосе с домом, то его жесткая основа, или, как ее называют специалисты предприятия, Кираса, фундамент этого дома. К прочному, дюралюминиевому корпусу присоединяют рукава и штанины, руки и ноги космонавта. Под Кирасу вмонтированы все провода и шланги системы жизнеобеспечения. Это кровеносная система скафандра. На двери люка крепится ранец с оборудованием, сердце, легкие и мозг скафандра, компьютер. Этот скафандр, он в обслуживании проще раз, переботгонка на другие размеры космонавта проще у нас два, одевать его значительно легче три, и пять лет он работает на орбите, четыре без спуска на Землю. Если вот помножить, сколько стоит спуск, и подъем опять после обслуживания, то окажется, что он еще и многократно дешевле. Физиологические параметры космонавтов Геннадия Падалки и Максима Сураева совершенно не похожи. Рост Падалки – метр восемьдесят, Сураев – на девять сантиметров ниже. Обхват груди Геннадия – сто восемь сантиметров, Максима – сто тринадцать. Несмотря на очевидную разницу, каждый из космонавтов сможет быстро подогнать скафандр под себя, благодаря эластичным оболочкам рук и ног. Чтобы отремонтировать или даже просто поменять размер американского скафандра, его необходимо спускать на Землю. Доставка одного килограмма груза на Международную космическую станцию обходится в двадцать пять тысяч долларов, возвращение – в шестьдесят. Весит скафандр более ста килограммов. Дорого обходится не только обслуживание американского скафандра, но и его производство. Эму стоит пятнадцать миллионов долларов. Российский «Орлан» на порядок дешевле. В ближайшее время, после того, как корабли «Шаттл» снимут с эксплуатации, американцам придется решать задачу обслуживания скафандров на орбите. Как они сейчас «Шаттл» перестанет летать, будут работать со своим скафандром, для нас пока загадка. Потому что он настроен на периодической обслуживанной земле. Замена гайгатов и так далее. Американцы сейчас новые модели, которые они предполагают строить, собираются сделать так, как сделано у нас. Сзади дверь, вход туда. Поэтому удобнее, это лучше. В марте 1965 года Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. За пределами космического корабля он находился всего 12 минут. У этого эксперимента была только одна цель. На практике доказать научную теорию. Человек может существовать в космической бездне. И для этого уже есть надежные средства. Скафандр. У Алексея Леонова он был предельно простым, мягким. Не имел даже системы регенерации воздуха. То, что космонавт выдыхал, через специальный клапан просто уходило в космическое пространство. Беркут стал первым в истории универсальным скафандром. Он использовался и для полета, и для выхода в открытый космос. На звезде искали оптимальное решение. Два в одном. Но так и не смогли победить главный недостаток Беркута. Мягкий скафандр можно было шить только по фигуре конкретного космонавта. Это очень дорого. Министерство авиационной промышленности ставит пред звездой новую задачу. Создать две абсолютно разные системы. Универсальный скафандр для выхода в открытый космос и индивидуальный для полета на космическом корабле. Каждый из вас, наверное, видел картину происхождения человека от обезьяны, да? Я вот как раз сейчас в этом костюме нахожусь где-то на средней ступени этого происхождения. Чуть-чуть припущены к плечи, чуть-чуть опущены руки. Конечно, всю жизнь так жить невозможно, но до космического корабля, будьте уверены, так каждый из нас с удовольствием дойдет и не заметит каких-то неудобств этого скафандра. На Федоре Ярчихине спасательный скафандр «Сокол». Космонавты надевают его в самые опасные минуты полета. На старте, при выведении корабля на орбиту, стыковке с космической станцией и спуске на Землю. В первых космических кораблях серии «Восток» летали только в скафандрах. Корабль следующего поколения «Союз» был намного надежнее, и от скафандров решили отказаться. В 71-м году во время приземления из-за разгерметизации корабля погиб целый экипаж. Владислав Волков, Виктор Пацаев и Георгий Добровольский. Спасательных скафандров у космонавтов не было. После катастрофы их использование стало обязательным. На изготовление скафандра «Сокол» уходит около полугода. Все начинается как в ателье, со снятия мерок. Только мерок этих снимается гораздо больше, чем для обычного костюма. Всего около 60. Космонавт Сергей Волков ложится в небольшую ванну. По форме она похожа на кресло космического корабля. Сейчас происходит заливка первой половины. Верхней половины тела. Так, аккуратненько, руки сюда. Сергей Волкова заливают гипсом, еще не успевшим остыть. Постепенно, сантиметр за сантиметром. Сейчас уже погуще стал. Во время отливки на космонавта немножко нажимаем, чтобы он не всплывал. Потому что если он всплывет, тогда форма не та. Космонавт лежит в позе эмбриона. Как показала практика, она самая безопасная при приземлении. Облегчает перегрузки, а при жесткой посадке поможет избежать травм. Во время непосредственного удара корабля о землю, каждый член экипажа находится в кресле с персональным ложементом. Это полиуретановый вкладыш, сделанный индивидуально для космонавта с учетом всех особенностей фигуры. Точно по гипсовому слепку. Днище, так сказать, этого ложемента, оно имеет стандартную толщину от 50 до 70 миллиметров. И это научные, так сказать, обоснованные размеры, которые дают при жестком приземлении на землю амортизационные свойства. Когда делают гипсовый слепок, учитывают абсолютно все особенности орбитального полета. В космосе человек вырастает на один, максимум 2-3 сантиметра. И ложемент и скафандр должны быть готовы к этим изменениям. У старшего инженера-конструктора Владимира Шурбакова есть вторая профессия. Он скульптор, член Союза художников России. Именно в этом качестве он необходим при каждой заливке. Тут надо к каждому человеку подходить по-своему. То есть фигура может быть непропорциональна. Потом, значит, обжатие скафандра не должно быть очень сильным и не должно быть слабым, когда он ложится в ложемент. Всего в космос летали 300 человек. Владимир Шурбаков вылепил в гипсе фигуры 50 космонавтов. Метод работы предельно прост. Отсечь все лишнее. Иначе космонавт всем телом почувствует несовершенство формы. Хоть у нас и называется мягкая посадка, но по ощущениям, это может быть, как вы упадете на спину с двух метров, на этот пол. Но вот это вот мягкая посадка. Поэтому тут вы можете сами уже понять, насколько важно, чтобы вот именно все было сделано конкретно под спину, под рельеф спины человека. Я ясно, это приеме. В отличие от «Сокола», скафандр «Орлан» делают почти полтора года. Все используемые материалы проходят проверку качества на заводах-изготовителях. На «Звезде» их проверяют снова. На предприятии есть несколько специальных лабораторий. В этой испытывают все виды ткани, нужные для скафандров. Образец порвался. Вот на шкале показано усилие, которое образец выдержал. Это 3000 ньютонов или 300 килограмм, при норме 250 килограмм на полоску. 50 килограмм у нас в запасе. Ткань вполне соответствует нормам технических условий. Ткани с как минимум тройным запасом прочности попадают в швейный цех. Здесь выкраивают несколько оболочек. Месяцами сшивают, склеивают и собирают. В швейном цехе можно заглянуть под подкладку скафандра. Эта верхняя одежда состоит из нескольких слоев. Верхний слой со специальной пропиткой, негорючее покрытие. Следующий слой идет радиоткань. И эта верхняя одежда является как бы одновременно и антенной. Еще один слой обеспечит скафандру герметичность и сбережет тепло. За 8 часов работы в вакууме МКС 5 раз облетит вокруг Земли. Во время только одного витка температура поменяется от плюс 150 до минус 150. Человек в скафандре этих перепадов не заметит. Скафандр как термос не пропускает тепло. Поэтому при физических нагрузках космонавту понадобится специальный костюм для охлаждения. В данный момент я подстыковываю костюм КВО для охлаждения, чтобы иметь комфортную температуру при работе внутри скафандра. Начинаем подъем. Третий. Закрыть дверь барокамеры на площадку 550 миллиметров. Площадка 550 миллиметров – это высота 2,5 километра. Чтобы сымитировать условия космического полета на Земле, из термобарокамеры откачивают воздух. Создают разряженную атмосферу. Здесь мы создаем давление где-то 10 минус 3 миллиметров ртутного столба. Это соответствует высоте примерно 100 километров. Но можно и больше, но в принципе этого достаточно, чтобы все системы скафандра работали уже штатно. Володь, еще раз, как у тебя теплое состояние? Готов проведение эксперимента. Прежде чем отправить скафандр на Международную космическую станцию, его десятки раз испытывают на Земле. Каждый узел, каждый прибор в отдельности и весь комплекс в целом. Испытатель Владимир Титов в барокамере исследует компьютер скафандра. Цель эксперимента – выяснить, как электронный помощник перенесет условия вакуума. Скафандр живет на космической станции 5 лет. И за это время в него выходят в открытый космос как минимум 15 раз. Отправив в полет очередной Орлан, на звезде приступают к созданию скафандра нового поколения. Следующее поколение скафандров, оно, наверное, будет называться Орлан МКС. Он будет модернизирован. Там будет стоять несколько новых комплексов. Ну, например, новый измерительный комплекс, который уже на современной электронной базе собран. Следующая модификация компьютера для скафандра сможет не просто подсказывать, а управлять системами. Космонавту, к примеру, не придется постоянно следить за давлением, температурой и подачей воздуха в скафандр. Все будет регулироваться автоматически. Компьютер соображает мгновенно. Как только параметр вышел из допустимых пределов, тут же появляется сообщение на пульте скафандра. В первый отряд космонавтов отбирали добровольцев из военных летчиков. Профессионалов было тысячи. Но условия жесткие. Размер имел главное значение. Мы начинали с Гагарина. Ребят привозили нам примерно до 10 миллиметров. Абсолютно того же роста, абсолютно тех же обхватных данных. Нам было проще работать. Они были все одинаковые. За те полвека, что на звезде работает конструктор Олег Герасименко, космонавты стали другими. Первые герои-добровольцы должны были на себе проверить, возможен ли полет в космос. Сколько времени человек может провести на орбите без ущерба для здоровья. Уже через несколько лет космонавтике потребовались ученые, инженеры, врачи, обладающие опытом и знаниями исследователя. Рост, вес и обхват груди перестали играть существенную роль. Главный критерий – опыт и профессионализм. Все те шаблоны, по которым краятся элементы конструкции скафандра, они претерпевают изменения. Вот для этого мы собираем так много размеров, чтобы поближе приспособить нашу конструкцию скафандровую к телу человека. То есть нужно, чтобы каждый элемент конструкции ложился на то место, где оно предусмотрено на теле. Производство спасательного скафандра требует долгой и ювелирной работы. Бесконечные примерки, подгонки, проверки и испытания. Федор Юрчихин уже в третий раз летит в космос. И третий раз для него шьют скафандр. С годами фигура человека меняется. Может быть, на глаз это незаметно, но в космических условиях мельчайшая неточность размера может сыграть роковую роль. Максимум оттечения накапливается за 20 тысяч минут. Вот это время, оно нормально будет. Если после этого времени все будет нормально, то оценку с отдавленной мы заканчиваем. В общей сложности на испытаниях и тренировках космонавт проводит в скафандре не менее 40 часов. При реальном спуске на Землю чуть больше трех. Почти 40 лет спасательный скафандр «Сокол» выполняет страховочную функцию. На сегодняшний день он ни разу не пригодился, вот сколько он есть. Наверное, в этом его задача и есть. Потому что сама техника надежная. Чтобы летать, нужно научиться плавать. Для космонавтов это очевидно. Гидролаборатория звездного городка. В бассейне собрана точная копия Международной космической станции. Все работы в космосе планируются задолго до полета. На Земле. Отрабатываются под водой. Только здесь можно смоделировать невесомость. Федор Юрчихин и Олег Скрипочка в октябре вместе выйдут в открытый космос. Их задача – пристыковать к станции новый модуль – российскую научную лабораторию. Перед такой ответственной операцией у экипажа будет еще не одна тренировка. Мы следим за действиями экипажа. Фиксируем время, которое тратится на ту или иную операцию. Записываем это время. И далее по этому времени этот документ называется «Циклограмма». Далее по данной циклограмме экипаж будет работать в открытом космосе. Космонавтам нужно добиться того, чтобы монтаж оборудования заняло у них не больше шести часов. Юрчихин и Скрипочка пытаются довести свои действия до автоматизма. Олег, вопрос. Кран тепло-холод находишь рукой? Да, надо. Надо его вниз до упора. Создатели нового модуля следят за тренировкой с пульта управления. Вполне возможно, чтобы ускорить процесс монтажа, им придется менять технологию. Тяжело в бассейне, легко в космосе. Наш скафандр идеально сделан для невесомости. Потому что, когда ты работаешь здесь, на Земле, есть где-то дискомфорт, может быть, да, какие-то иногда даже болевые ощущения, когда ты работаешь на Земле. А в космосе же показалось себя великолепным. Год назад российское космическое агентство приступило к подготовке экспедиции на Марс. По самым оптимистичным прогнозам, межпланетный полет состоится не раньше, чем через 20 лет. Но российские конструкторы уже сейчас работают над космическим костюмом для подобной экспедиции. Планетарным скафандром, в котором человек сможет высадиться на Красную планету. Оболочки свободные. Ну и разработка. Владимир Титов испытывает возможный прототип марсианского скафандра. Конструкторы постарались сделать его максимально подвижным. Здесь разработан специальный как раз шарнир, что человек может точно так же, как в обычной земной обуви, перемещаться по поверхности и становиться под любым углом, по неровностям, по камням. Моя задача состоится в том, чтобы зайти на поверхность планеты и подобрать упавший инструмент. Инструмент поддик, можно продолжать работу. И работы продолжаются. Орлан станет скафандром для высадки человека на Марс. В последние годы появилась традиция. Честно отработавшие на орбите орланы не списываются и не утилизируются. Они не умирают, а начинают работать на будущее. Скафандры поступают в полное распоряжение студентов. Студенты придумывают начинку какую-то, которую мы на борту помещаем внутри скафандра. И дальше во время выхода его запускают. И скафандр некоторое время еще летает как спутник, выполняя уже другие задачи. Новый спутник Земли проведет на орбите несколько лет. За это время с его помощью студенты станут конструкторами, инженерами, испытателями, космонавтами и учеными. Понадобится жизнь целого поколения профессионалов, чтобы экспедиция на Марс состоялась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok